Ну вот у нас на выходных состоялось открытие катка. Каток заработал. Он как-то в усеченном варианте, что-то поменьше, нет? Да нет, он такой же был. Мне наоборот казалось, что он стал больше. Нет, больше он не стал. Мне кажется, он просто был туда дальше. Они просто повесили рекламу, чтобы закрыть более. Ну да, заполнили теперь рекламой. В эти выходные у нас состоялось открытие елочки на площади. Было театрализованное представление. Но мы не ходили. Людей было очень много. Было весело здесь, конечно. Музыка играла. Были здесь представления. Дед Мороз, Снегурочка были. Еще рано. К Новому году здесь поставят и домик для Деда Мороза, для Снегурочки. Вот такая у нас красота в городе. Снега нет. Такая пасмурная погода. Но елочка красивая, искусственная. Уже сколько лет ее ставят и молодцы. Предприниматели скинулись и такой подарок сделали для города. И не надо губить природу, чтобы ввести такую ель здоровую, чтобы потом ее выкинуть. Да? Да. Красота. Я считаю, молодцы. Здорово. Дорого. Я считаю, дорого. 400 рублей у ребенка привезти на один час. Это очень дорого. Хотя бы скидки какие-то были. А если двоих или троих привезти? Так и самому хочется покататься. Здесь скидки были для многодетных семей. С детского дома были. С детского дома были. Да. Дети приходят. Везли. Неоприятен. Ну, не могу утверждать, но по информации опять из интернета в Москве на Красной площади тоже каток находится. И там до обеда бесплатно посещение детям катка. А уже после обеда платно. А вечером цена увеличивается. Там, по-моему, до 1000 рублей даже доходит. Ну, цены такие же. Там 400 днем. И здесь 400. Ну, не сравнить цены в Москве. Заработные платы в Москве и здесь на месте. Ну, конечно, дороговато. Ну, бесплатно сейчас уже ничего не бывает. Это коммерция. Спасибо бизнесменам, что они все-таки вот такое мероприятие нам организовали. Никогда в городе не было катка. Ну, это уже третий год. С удовольствием посещаем по мере возможности. Вспомнили былые годы. Покатались. Ну, дай Бог, еще хоккей здесь будет. Хоккей. У нас хоккейная команда существует. Мы уже показывали. В прошлом году был отличный здесь чемпионат. Погода была хорошая. Погода была. Снег. Мороз был. Мороз был. Отлично. Досталась шайба мне. Подарок. Которая улетела за пределы поля. В снегу. Долго я ее искал, но нашел. Все-таки вот загорелась. Я видел, куда она туда примерно улетела. Пошел, нашел. Вот теперь сувенирчик такой сохранил. А кто плохо? Информирует. Позно. Или вообще забываю. Да, узнаем о мероприятиях как-то вот с опозданием. Уже когда проходит, приходим уже тут все разошлись. Ну бывает. Красивая елка, конечно. Аккуратненькая, ровненькая. Подойдем ближе, конечно. Вот она, Георгиевская красавица. Подходим поближе. Красивые шары, очень большие. Очень красиво смотрятся. И самое, что приятно, не поскупились. Шары висят очень густо, плотно. Создают определенный колорит такой елки. Яркие. Красивые. Отражение. Гирлянд на шарах. Блеск. Очень красиво. А в былые времена оставили только живые. Ну да. Ставили живую елку, покупали, привозили. А тут же у нас, помнишь, росла елка. Потом спилили ее. Нет? Никогда на площади не росла. А пенек какой-то был. Но я не молился и поклялся. Игорь. Игорь. Велоположий. Увидимся. Продолжение следует...